Три искушения Христа. Когда Иисус Христос находился в пустыне, к нему приступил дьявол и искушал его. Ну, казалось бы, какой интерес может представлять для нас история, которая случилась 2000 лет назад, кроме как чисто академический? Однако ни Бог, ни сатана никогда ничего не делают случайного. У Бога есть определенная конкретная цель, касающаяся человечества. И у сатаны тоже есть конкретная определенная цель, тоже касающаяся человечества. Бог выразил свои цели и задачи довольно конкретно в трех благословениях. Это книга Бытие, 1 глава, 28 стих. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И вот этот вот наказ, плодитесь, размножайтесь и владычествуйте, Бог повторяет по крайней мере трижды. Трижды. Сначала обращаясь к Адаму и Еве, потом к Ною, и затем к Аврааму. Плодитесь означает, будьте плодотворными, то есть прежде всего нужно стать совершенным человеком или зрелым человеком. И Иисус выражает это еще вот такими словами. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Размножайтесь» означает совершенство на уровне семьи, а владычествуйте совершенство на уровне взаимоотношений с окружающим миром. И получается, что конкретная определенная цель Бога в отношении человечества – это построить Царство Небесное на земле и на небе путем воплощения людьми трех благословений. Совершенство личности, совершенство семьи и совершенного владычества над всем сущим. У каждого человека есть всего три вида взаимоотношений. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с другими людьми и взаимоотношения с природой. Ну а конкретная определенная цель сатаны – не позволить этому осуществиться. Ну или другими словами, построить мир, в котором люди потеряют цель и смысл своей жизни, мир, в котором семья будет полностью разрушена и мир, в котором человечество придет к экологической катастрофе путем жадности. Никакой гармонии с природой, никакой гармонии с другими людьми. И никакой гармонии с самим собой и Богом. Вот конкретная цель сатаны. Иисус Христос, с одной стороны, был Сыном Божьим, а значит, представителем Бога на земле, а с другой стороны, Сыном Человеческим, что означает, что Он также представлял перед Богом и сатаной все человечество. А значит, все, что происходило с Иисусом, имеет значение и для каждого человека. В том числе и те самые три искушения, с которых мы начали. Искушений Иисуса не случайно именно три, ведь сатана хотел сделать очень конкретную вещь. Не дать Иисусу и всему человечеству в целом осуществить три благословения. Ну или, по сути, не дать построить Царство Небесное на земле и на небе. Поэтому первое искушение пытается разрушить первое благословение, никакого совершенства личности. Второе искушение пытается разрушить второе благословение, никакой идеальной совершенной семьи. А третье искушение пытается разрушить третье благословение, никакой вам гармонии с природой и с окружающим миром. Итак, сами три искушения Иисуса и их преодоление. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стих. Потом берет его дьявол в святый город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Первое благословение Божие заключается в совершенстве личности. Совершенная личность – это человек, душа которого прочно связана с Богом, а тело без каких-либо вопросов следует за душой. Другими словами, совершенная личность – это человек, у которого душа и тело полностью едины с центром на Боге. Наше тело хочет спать, есть, вступать в сексуальные отношения, пребывать в комфорте, а наша душа стремится к истине, красоте, добру и любви. И вот совершенство или несовершенство личности зависит от того, желание тела или желание души человек ставит на первое место в своей жизни. И вот сатана предлагает Иисусу использовать свои духовные способности ради осуществления физических желаний, или по-другому нарушить первое благословение. Используй свои способности и преврати камни в хлеб и насыться. А Иисус отвечает, что человек жив в первую очередь Божьим Словом. Вот в посланиях к евреям, 4 глава, 12 стих, есть такие слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Для Иисуса Христа это однозначно так. Слово Божие живо, и каждым Словом Божьим будет жив человек, каждым Словом, исходящим из уст Божьих. Так как Иисус представитель всего человечества, то естественно, что все люди на земле во все времена сталкиваются с точно таким же искушением, которое мешает, в частности, осуществить первое благословение. И вот это первое искушение сатаны для современного человека состоит в том, чтобы материальную сторону жизни поставить превыше духовной стороны жизни. Если только оглянуться вокруг, то легко можно увидеть, как это первое искушение сатаны проявляется. Это и эпоха эгоизма. Это и когда реклама нещадно эксплуатирует наши материальные желания. Это и когда суперталантливые люди повсеместно используют свои таланты и духовные способности только лишь для материального преуспевания. Это и когда само слово «успех» ассоциируется только лишь с умением зарабатывать. Это и когда вся экономика построена на жадности. И когда в конкурентной борьбе одни бизнесмены вынуждены топить и уничтожать других. Это и когда голос совести заглушается стремлением к власти и успеху. Однако Иисус во всем этом показал, как преодолеть первое искушение сатаны. И как стать совершенной личностью во всех своих жизненных решениях и обстоятельствах необходимо руководствоваться Божьим Словом. Это и есть преодоление первого искушения сатаны. Второе искушение Иисуса – это предложение броситься вниз с крыла храма. Сатана поставляет Иисуса в святом граде на крыло храма и говорит «бросься вниз, с тобой ничего не случится». Потому что Бог ангелам своим заповедовал, подхватят тебя и не преткнешься, а камень ногою твоей. Второе благословение Божье – это создание совершенной семьи. У Иисуса не было жены и детей, а значит не было семьи в традиционном понимании. Однако Иисус пришел как представитель Бога, что означает, что он занимает позицию истинного родителя для всего человечества. Ну или, по крайней мере, для всех верующих. И вот его ставят на крыло храма, а он как родитель, как отец или как наставник, или как жених по отношению ко всем верующим, которые молятся в этом храме. А ему говорят «бросься вниз, уйди с позиции жениха, уйди с позиции родителя, уйди с позиции сына Божьего и брось всех этих верующих». И получается, что Иисус представляет собой храм. И вообще все эти храмы, и скинии, и церкви, они нужны для того, чтобы научиться служить Мессии. Иисус является главным храмом. А сатана просит его уйти с этого положения, броситься вниз, бросить всех верующих, собирающихся в храме, бросить свою духовную семью. И Иисус успешно преодолевает это искушение. Также, как же проявляется второе искушение для современного человека? Ну, по сути, это попытки всячески разрушить традиционную семью. Свободный секс, однополые браки, гендерная политика, аборты, движение child-free, ну и много-много чего еще. То есть это попытки разрушить субстанциальную семью, чтобы не было любви, чтобы не было здоровых психологически, морально и так далее детей. Чтобы у всех были какие-то проблемы. И эти проблемы, когда люди становятся взрослыми, чтобы они проявлялись в социальных проблемах, в преступлениях разных. И также это попытки разрушить духовную семью, где вместо отношений, где человек человеку брат или сестра, появляется разрушительный эгоизм и равнодушие. Второе искушение преодолевается, с одной стороны, целомудрием до брака и верностью в браке. Это конкретно касательно семьи, а с другой стороны, любовью и заботой по отношению друг к другу в обществе. Третье искушение Иисуса – это стремление купить преданность и верность Иисуса всевозможными богатствами. Он показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Сатана предлагает Иисусу склониться перед ним, а взамен сулит всю славу, все богатства и так далее. Третье благословение Божие – это владычество над всем сущим. Иисус, как Сын Божий, он и так царь царей. Все сущее и так принадлежит ему. Сатана об этом знает и искушает его предать Бога и стать царем, царей, но под таким вот сатанинским руководством. Однако Иисус очень четко отвечает, я буду служить только Богу. Если я что-то приму, то только из Божьих рук. Я не променяю Бога на деньги, я не променяю свою духовную жизнь на власть, я не променяю свои нравственные и моральные ценности на знания и на разные другие какие-то вещи. Для современного человека это искушение звучит так, как некое стремление постоянно к наслаждениям, гедонизму, поиск чувственных наслаждений, индустрии развлечений, поклонение власти, деньгам, славе, знаниям. Ну и третье искушение можно преодолеть только если позволить Богу занять главное место в своей душе и изгнать оттуда всех прочих каких-то там идолов. У Жанна Поля Сартра есть такие слова. У человека в душе дыра размером с Бога и каждый заполняет ее как может. А еще есть такая цитата у Клайва Стейплаза-Льюиза, я не помню ее дословно, но суть в том, что у нас в душе находится стул и место на этом стуле принадлежит Богу. То есть если на этот стул сядет Бог, то тогда все будет хорошо. Но если Бога нет на этом стуле в нашей душе, то тогда это место обязательно займет какая-либо зависимость, которой человек и начнет поклоняться. Вот такие вот три искушения Иисуса Христа в пустыне, которые непосредственно выливаются на три искушения сатаны по отношению к любому человеку, живущему в любую эпоху. Если есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, пожелания, то, пожалуйста, их оставляйте. Я на этом эту тему завершаю. Большое спасибо.